Всем привет! Займемся сбором очередных наборов. Будем делать заготовку. Ну и попутно расскажу, как я вчера сходил в банк. Все было замечательно. Пришел в Сбер, закрыл свой счет, карточку порезали. Соответственно, пользоваться карточкой теперь нельзя. Через месяц закроется счет. В кабинете личные данные будут уделены, как мне пообещали. А там посмотрим, будут звонить мошенники там или из банка. Чем это все вернется? Неизвестно и чем все закончится. Но платить по 700 рублей за обслуживание карты, по-моему, это перебор. Плюс еще процент, которые не берут за перевод денег между своих счетов даже. 25. В общем, как-то так. Раз, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. Ну, а пока займемся рабочими моментами. В общем, надеюсь, на этом зло включения со Сбером закончатся. Банков много, да. Самый распространенный, конечно, Сбербанк. С кучей терминалов и всем остальным. Но я надеюсь, у людей хватит в голове немного разума для того, чтобы уйти от того, что они хотят сделать. С их осуфросами, с постоянными сливами личных данных. База у них, конечно, хорошая. Но как мошенники узнают номера, номера карт и всего остального, для них это загадка. Видите, ниже хранят все ваши личные данные. Заботятся о том, чтобы ваши личные данные никто не узнал. Делают вид, что обращают внимание на мошенников. Когда к вам звонят мошенники, они просят сообщить номер телефона. Вот как-то так. Поэтому уходить отсюда, я думаю, стоит. Иначе, когда эта империя разрастется, и еще больше шайка-лейка, аппетиты у них увеличатся многократно. В общем, если вы еще не ушли от Сбербанка, мой вам совет. Уходите. Вам выдадут договор о расторжении. Вот таким вот образом разрежут карту. И отдадут ее вам же, как сувенирчик. Счет закроют, денежки вернут. Самое интересное, уничтожат они мои личные данные или нет. Но это, я думаю, со временем будет видно. Подождем месяц, как они обещали. И посмотрим, что будет. А пока найдем другой банк. У которых, у которого будут амбиции поменьше. В котором не нужно будет платить за отслуживание карты. В котором не будут обманывать, списывая за несуществующие транзакции денежки. Якобы вы где-то проехали в городском транспорте. Но деньги у вас списались спустя две недели, когда вы не то что проверить не можете. Когда вы точно знаете, что две недели назад вы этого не делали. И никто с вашей карты не мог этого сделать. Потому что ваша карта находилась все время при вас. Вы ее не теряли. Вы не пользовались транспортом. Но, тем не менее, спустя две недели, как они говорят, когда к ним придет счет, они списывают. В общем, как-то так. И знаете, что они мне предложили сделать? Сразу же заблокировать карту. Зачем? Если карта при мне. Если ее никто не украл. Если я знаю, что ее никто не брал. Но я должен ее заблокировать, чтобы потом прийти в их офис. И уже со специалистом разблокировать карту. Нормально. Помимо того, что они украли немножко денег. Они еще хотят украсть немножко моего времени. Моих нервов. А еще они хотят комиссию. Комиссию за обслуживание. Комиссию за перевод между своими счетами. Комиссию за перевод другим людям. Они хотят комиссию, если вы перевели больше 50 тысяч в месяц. С вашей карты. Даже по системе быстрых платежей. Они и там умудряются обманывать. Мол, клиент не подключен к этой системе. Извините. Мы не можем беспроцентно перевести. Но ведь смешно же. И зачем оставаться, если можно найти что-то другое. В конкуренции, слава богу, у них хватает. Они не монополисты на рынке. Так что. Думайте. Любой продукт кредитный. Это каббала. Где вы попадаете на еще большие деньги. С виду вроде бы процент маленький. Но ежегодные страховки. Разные. Выжирают, между прочим, ваши собственные деньги. В общем, как-то так. Именно поэтому было принято решение уйти. Да они особо не отговаривают в принципе. Ну, хотите уйти, уходите. Им пофиг. Обычным менеджерам, которые сидят в банке. Они не заинтересованы в этом. У них нет индивидуального подхода. Они, конечно, со временем до этого дорастут. Года через три. Но до такого уровня, как приватбанк, им еще далеко. Потому что делают они все на отшибись. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок